Велосипеды, мечи, машинки посреди этого развала, калитка. Вот так сейчас выглядит вход в дом ясновидящий. Киркорова одарили особым вниманием. Высокого гостя из Москвы взялся сопровождать лично мэр Петрища Велью Ильев. Я имею честь быть в доме Лели Ванги. Я буду как переводчик, да? Булгарската пророчица, которая известна в целом святом, которая известна в целом мире. За сожалению, 11 лет здесь, после смерти бабы Ванги, никто не приходил сюда, никто не пускали сюда, всё было закрыто. Весь капитал нажит и на будущем, Ванга завещала народу, но родственники были против и обратились в суд. За 11 лет спора в старый дом её сутулился. Балкон провис, краска облупилась, окна обжили пауки. О, какие большие. О, паек, паек, смотрите это, паук. А когда-то здесь был деловой центр Петрища, на входе охрана, перед охраной касса. Ванга единственная, кому в эпоху советской власти разрешили брать деньги за предсказания. Вот, возьмите билет и не теряйте его. Хочешь знать будущее? 10 левов, что-то около 20 долларов. Цена для соцлагеря. Приехал из кап страны, плати вдвойне. Садись, давай сахар. И бумажку давай. Ты откуда? Зачем приехала? Подожди, а почему ты без очереди? Ну-ка, позовите кассира, а ты иди прочь. Кто в списке следующий? Что вы мне всех вне очереди подсовываете? Ну-ка, где список? По списку давайте. Вот тут Ванга принимала. Поначалу бывали случаи, когда мы пытались пропустить без очереди. Нам даже деньги предлагали. Но Ванга про это сразу узнавала. Мы оказались в Петрище в исторический момент. Спор хозяйствующих субъектов завершился. Вот-вот с дверей дома легендарной прорицательницы снимут печати. В музей уже превратили дачу Ванги. Домик в селе Рупити. Это здесь Ванга на свои деньги построила церковь. И сюда, в 94-м, к ней приезжал Бедра Скиркоров. Вот я вошел так. Вот она сидела вот там. Я когда пришел, она подошла сюда. Она уже ходила так медленно. Задал предсказательнице вопрос о главном. Как спасти умирающую от рака жену? Не волнуйся, твоя жена прыгнула. Вот это самое главное для меня, которое ошарашивалось, что значит все у нас удачно пошло. Прыгнула через гроб? Прыгнула через гроб. Переступила через могилу, значит выживет. Все мысли певца в тот момент были о жене. А Ванга вдруг и про сына вспомнила. Вы сами про Филиппа у нее не спрашивали? Нет, про Филиппа я не спрашивал. Но она иногда, знаете, не спрашивая, говорила о людей. Какой-то сон кошмарный и нелепый. В то время Филипп готовил альбом «Я не Рафаэль». Отец подарил пророчице диск. У тебя сын, он пойдет в горы, поднимется высоко наверх. Пойдет в горы, значит альпинист или скалолаз. Но в 94-м Филипп штурмовал другие вершины. Олимп по-российской поп-сцены и сердце неприступной королевы эстрады Аллы Пугачевой. Предсказание Ванги сбылось. И эстрада, и Пугачева тогда покорились Киркорову. Значит, мы идем в дом Лели Витки, Петревской, которая смотрела долгие годы Лелю Вангу.